Ну, шум, это ладно, запахи, все это. Дождь пройдет, не пройти ни в магазин, ни туда. Ну, вы сами понимаете. По поводу того, что здесь идет ремонт, мне это очень нравится, потому что будет все-таки наш город лучше. А то, что мне кажется долго, вот это мне так кажется. Ну, сделали, хорошо, мне нравится, что хоть можно проехать, потому что по тем улицам, вот бывает, что Куйбышево перекроет улицу, значит, все уже негде проехать. Там по-советски обычно ездили, там уже все пробки, да, там односторонка, так что трудно было с транспортом. Курганцы с нетерпением ждут, когда же участок улицы Карла Маркса от Володарского до Красина примет достойный вид. Ремонтные работы, официальное окончание которых назначено на 1 ноября, начались еще в июне. Ввиду того, что все инженерные коммуникации на данном участке нуждались в замене, дорожники были вынуждены приостановить работы и возобновили их буквально неделю назад. Очень много поступает звонков и писем приходят, это скрывать не надо, то есть люди звонят не потому, что что-то может быть их даже не устраивает, да, шумно, это мы понимаем, но через эту процедуру прошел и бульвар солнечный, и шевелевка, но надо просто потерпеть, зато потом будет какой-то результат. Многое уже сделано. Прокладка канализационного коллектора, водопровода, меняются кабельные и электросети. На данный момент ведется подготовка по устройству ливневой канализации. Через две недели, то есть вот то, что вас как раз интересует, мы приступим уже к устройству дорожной одежды, поэтому будем надеяться, что работы будут выполнены качественно и в положенные сроки. Всего порядка 300 миллионов рублей выделено из регионального и городского бюджетов на ремонтную дорожную компанию. В частности, на всю улицу Карла Маркса потратят 70 миллионов. Сегодня идет упор на перекресток с улицы Томина. Задача перед всеми подрядными организациями стоит одна – сделать все в срок. Я думаю, что эта улица станет даже, наверное, интереснее, чем улица Красина, которую в кратчайшие сроки подрядная организация, она сделала из нее, ну, он говорит, можно такое слово, как конфету. Потому что сегодня приятно по ней проехать, потому что она отвечает всем нормам, требованиям, правилам с пешеходными переходами, с тротуарами, с дорожными знаками и так далее. Также Сергей Руденко упомянул, что помимо обновления проезжей части тротуаров, планируется ремонт дворовых территорий вдоль магистральных дорог. Марина Белкина, Александр Киселев, Андрей Бахарев, информационное агентство Курганру.